Здравствуйте к новостям культуры. В Лувре открылась уникальная выставка полотен знаменитого живописца Яна Вермеера. Как сообщает Евроньюз, эту выставку готовили более пяти лет. В общей сложности авторству Вермеера принадлежит чуть более трех десятков картин. На экспозиции в Лувре представлены 12 из них. Вермеер явление не только в живописи, но в литературе и кино. Достаточно назвать Марселя Пруста и его увлеченность знаменитым оттенком желтого у Вермеера. А 14 лет назад фильм рассказывал историю едва ли не самого знаменитого полотна художника «Девушка с жемчужной серьгой». Замысел экспозиции продемонстрировать невероятное разнообразие тем в период, который принято считать золотым для голландской живописи. Выставка носит название «Вермеер и мастера жанровой живописи». В подготовке принимали участие Национальная галерея в Вашингтоне, Ирландская Национальная галерея и Лувр. Именно там выставка будет открыта до 22 мая, после чего отправится за океан, где будет работать в Национальной галерее в Вашингтоне. Необычная выставка открылась в Царицыно. Там греческий скульптор создал портреты семьи Николая II из алюминиевых банок. Никас Флорос, так зовут скульптора, который представил в музее-заповеднике свои работы, среди которых можно увидеть семь портретов членов семьи Николая II, выполненных вручную, в стиле сюрреалистического поп-арта. Как передает портал Мир24, цитируя слова самого мастера, для создания одной картины или скульптуры требуется от двух до четырех тысяч алюминиевых банок. Художник разрезает их на небольшие чешуйки, и каждая имеет свой оттенок и работает как мазок к кистью на холсте. Кажется, что портреты написаны на холсте, и только при близком рассмотрении они напоминают пиксельные изображения. Как говорит автор работ Никас Флорос, он долго изучал историю последней императорской семьи из дома Романовых, прежде чем приступить к созданию портретов. Работая над картинами, он не делал акцент на их правлении. Художника больше интересовали их чувства, проблемы, переживания и, конечно, любовь к искусству и принадлежность к православию. Выставка в Царицыно продлится до 27 мая. Экспозиция завершает программу официальных мероприятий Перекрестного года культуры России и Греции. Выставка Людовик Святой и реликвий Сен-Шапель, которая открылась в музеях Московского Кремля 3 марта, представляет шедевры готического искусства, многие из которых впервые покинули Францию. Как сообщает ТАСС, ключевые экспонаты выставки, фрагменты демонтированных в XIX веке витражей из Сен-Шапель впервые покинули пределы Франции. Также в Москву привезли место хранения тернового венца, реликварий, который постоянно находится в соборе Парижской Богоматери вместе с религиозной святыней. Церковь, небольшая по размеру, напоминает драгоценный ларец за счет своего яркого убранства и витражного ансамбля с сюжетами на тему «Историю человечества от создания мира до воскресения Христа» с библейскими сценами. Специально к выставке, которая продлится до 4 июня в рамках Перекрестного года культурного туризма России и Франции, на Соборной площади Московского Кремля установили инсталляцию по мотивам витража «Битва Иисуса Навина с амореями».